Терминатор дерется с оленем? Такое вы увидите только в Jingle All The Way. Всем привет дорогие друзья и добро пожаловать на канал, где мы с вами изучаем английский как правильно, быстро, просто и интересно. Сегодня мы с вами выучим очень интересные английские фразы. Фразы, которые встречаются не только в английском языке очень часто, не только в русском, но и вообще в любых других языках. Они, так сказать, очень ходовые в живом разговорном английском. Ну и вообще в любом другом языке. Поэтому они наверняка вам понравятся. Если вы их не знали, то сегодня вы их узнаете. А если вы их уже знали, то повторите. Потому что повторение, как говорится, мать успеха в изучении английского. А помогать нам сегодня будет сам Арнольд Шварценеггер. Вернее, его герой в фильме Jingle All The Way. Кстати, русское название этого фильма «Подарок к Рождеству». Это комедия. События развиваются в канун Рождества. Хауэрд, то есть герой Шварценеггера, это муж и отец, который очень-очень-очень занят на работе. Итак, давайте смотреть, веселиться и учить новые слова и фразы. Поехали! Первая прекрасная английская фраза это Я уже знакомила вас раньше с этой фразой, потому что она, ну, действительно, очень прикольная и очень часто встречается в английском языке. Если вы ее не знали, то давайте сейчас узнаем. Если вы знали, то повторим. Итак, Допустим, вы что-то неосторожно кому-то сказали, какую-то не очень приятную вещь, и дальше вы сразу добавляете Давайте скажем это вместе. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также вы можете говорить Сказали? Помните, что для лучших результатов очень важно проговаривать все английские слова и фразы вслух. Так вы их лучше запоминаете. Итак, сейчас представьте себе ситуацию, где вы кому-то говорите Ой, извини, пожалуйста, я не это имел в виду. И скажите это вслух на английском. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получилось? Вам нужно было сказать Давайте еще раз прослушаем, как Шварценеггер говорит эту фразу. Он сказал I didn't mean that Что тоже правильно. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Герой Шварценеггера настолько заработался, что постоянно говорил одну и ту же фразу всем своим клиентам. Вы мой клиент номер один. И случайно сказал это своей жене. И затем быстро добавил I didn't mean that Я не это хотел сказать, но она уже положила трубку. Давайте посмотрим еще раз, как он говорит эту фразу. Следующее очень полезное выражение это TO MAKE IT Или I'm gonna make it, как это было в фильме. I'm gonna make it, то есть I am going to make it означает я успею, у меня получится туда приехать, или прийти. I'm gonna make it. Давайте скажем это вместе. I'm gonna make it. Very good, очень хорошо. I'm gonna make it. I'm gonna make it. He's not gonna make it. Howard, то есть герой Шварценеггера, должен был успеть на занятия по карате своего сына. Он пообещал, что он будет, как он это делал в прошлом году, он тоже так же обещал, но не смог прийти. В позапрошлом году он тоже должен был прийти, но не смог. И в этом году ему очень важно наконец-то посетить церемонию награждения своего сына. И он говорит I'm gonna make it. У меня получится, я смогу, несмотря на то, что я очень занят, я успею. I'm gonna make it. Например, представьте, что вам нужно кому-то сказать. Не переживай, я успею, у меня получится прийти или приехать. Знаете, как вы это скажете? Правильно, вы скажете I'm gonna make it. Давайте скажем это еще раз. I'm gonna make it. А если у вас какая-то ситуация, задержка, и вы понимаете, что у вас не получится прийти, допустим, на совещание или на какую-то встречу, как сказать у меня не получится, я не смогу, я не успею? Правильно, просто добавляем Я не успеваю, я не успею. Скажите вместе со мной. Теперь представьте, что вы куда-то не успеваете, у вас не получается прийти, и вы звоните своему другу или коллеге и говорите Не ждите меня. Я не смогу прийти, у меня не получается, я не успею. Не ждите меня. Дорогие друзья, еще больше полезных английских фраз, выражений, слов, еще больше живого разговорного английского вы найдете в моих авторских курсах, которые я создала специально для вас. Для того, чтобы помочь вам овладеть английским языком быстро, легко и с удовольствием. Десятки тысяч человек уже прошли эти курсы и вывели свой английский на новый уровень. Присоединяйтесь и вы и наслаждайтесь своими результатами. Обещаю, будет интересно. У нас есть курс английского для начинающих, который называется «Английский за 4 недели два в одном». Есть курс для среднего уровня, который так и называется «Английский для среднего уровня». И есть курс для работы и для жизни, который называется «Деловой английский за 5 недель». Все эти обучающие курсы вы найдете на нашем сайте быстроenglish.com. Ссылку я дам внизу в описании к этому видео. Кстати, дорогие друзья, до 1 января на все курсы действуют замечательные скидки. Успейте воспользоваться этим великолепным новогодним шансом. Ссылка внизу под этим видео. «Я как бы спешу». Еще одна очень полезная фраза. Мы все куда-то спешим, постоянно куда-то торопимся, что-то не успеваем. «Я как бы спешу». Или более простая версия этой фразы просто Хаууэрд спешил успеть над церемонией награждения поясом по карате к своему сыну. «И он думал, что он успеет, что у него получится». Тут его остановил полицейский, на что Хауэрд сказал «Я как бы спешу». Давайте скажем это вместе. Хорошо. сейчас давайте потренируем сразу две наших новых фразы в одном предложении. Попробуем? Итак, «Боюсь», «Я боюсь, что» по-английски знаете как? Говорите вместе со мной. Теперь представьте, как вы говорите кому-то. «Я спешу», «Я боюсь, что я не успею», допустим, «туда-то, туда-то». «Я спешу», «Я боюсь, что не успею», допустим, «на занятие к своему ребенку». «Я не успею, у меня не получится приехать. Очень хорошо, у вас отлично получается, не забывайте все говорить вслух, хорошо? Следующая фраза это «It was not my fault». Смотрите, «fault» это вина. «Fault». Как вы думаете, что же означает это предложение? «It was not my fault». Правильно, это не было моей виной, то есть я не виноват, это не было моей виной. «It was not my fault». Думаю, вы догадываетесь, как сказать по-английски «Это все твоя вина». «Это твоя вина, что посуда не помыта» или «кот не покормлен». «It's your fault». А как сказать «это не моя вина»? Правильно, «It's not my fault». Соответственно, в прошедшем времени это будет «It was not my fault». Сейчас слушайте внимательно, что я скажу и попробуйте понять, окей? Знаете, что это значит? Это была не моя вина, что у меня не получилось, что я не успел приехать. «Меня остановил полицейский». Очень хорошо, смотрим еще раз. замечательная фраза, которая означает, только представьте, загладить свою вину. Полезная фраза, правда? Как мне загладить свою вину перед тобой? Итак, «make кем-то» загладить свою вину, перед кем-то это «to someone» Итак, давайте скажем это вместе. «Как мне загладить свою вину?» Знаю очень длинно, смотрите на текст внизу и скажите это вместе со мной. «Как я могу make it up to you?» Отлично! «I'm really really sorry. You think you can let me make it up to you?» Сейчас слушайте еще одно предложение, я вам кое-что скажу, очень длинное, попробуйте его понять. Там будет сразу две фразы, которые мы только что выучили. Готовы? Что я сказала? Получилось понять? Ну, хотя бы в общем. Howard не смог прийти у него не получилось, не успел прийти на занятия своего сына, поэтому он хотел загладить свою вину перед ним. итак, давайте скажем еще раз скажем make it up это загладить свою вину. Сказали? Very good. как вы думаете, дорогие друзья, получится ли у Хауарда достать эту злосчастную игрушку турбомена? Получится или нет? Чтобы узнать ответ на этот вопрос, ну и просто зарядиться новогодним настроением, это очень забавная комедия, рекомендую посмотреть этот фильм от начала и до конца, и будет еще лучше, во сто раз лучше, если вы посмотрите, ну хотя бы какую-то часть на английском языке. И помните о том, дорогие друзья, что на все наши обучающие курсы по английскому сейчас, до 1 января, действуют скидки, замечательные скидки. Успейте схватить свой новогодний шанс прямо за хвост. До новых встреч!